В Одессе вспоминают жертв трагических событий 2 мая 2014 года. С самого утра площадь Куликова поля перекрыта, на нее можно попасть только через один вход с металлоискателями. Желающих пройти проверяют на наличие запрещенной символики, в том числе коммунистической и провокационных материалов. Как сообщили в полиции, у одной женщины изъяли георгиевскую ленточку. В свою очередь, СБУ провела обыски у активистов движения Куликово поле, которое помогает родственникам погибших в трагедии. В 12.35 полиция получила сообщение о том, что дом профсоюзов заминирован. Людей с площади эвакуировали, на место прибыли взрывотехники, спасатели и оперативники. Через некоторое время информация о бомбе не подтвердилась, и вход на Куликово поле опять открыли. Это уже третий случай за день. Ранее анонимы заявляли о минировании Национального университета имени Мечникова и Одесского национального политехнического университета. По всему городу развешаны государственные флаги с траурными лентами, однако официальных мероприятий в этот день не планировалось. Тем не менее, в 14.00 состоялся митинг, который организовала общественная организация Совет матерей 2 мая. Стоит отметить, что люди начали собираться на площади Куликово поле задолго до назначенного времени. Со всех уголков города жители продолжают нести цветы на место трагедии. Вечером в память о погибших планируется зажечь свечи. Субтитры создавал DimaTorzok